Здравствуйте! Нам нужно найти значение х в уравнении модуль выражения равен 11. И если перед нами уравнение с модулем, в первую очередь мы должны помнить следующее. Вот, допустим, у нас модуль а равен 11. Что из этого следует? Это выражение показывает, что а равно 11. А какое еще значение может принимать а? а также может быть и отрицательным числом, т.е. а равно минус 11. Расстояние от каждого из этих чисел до 0 равно 11. Следовательно, а может принимать значение как положительного, так и отрицательного числа. Таким же образом мы поступаем и здесь. Если модуль выражения 2х-5 равен 11, это значит, что все, содержащееся под знаком модуля, равно 11. Или все, содержащееся под знаком модуля, равно минус 11. Поскольку модуль 11 равен 11, и модуль минус 11 равен 11. Теперь давайте все это запишем. Итак, 2х-5 равно 11. Или 2х-5 равно минус 11. Так как если мы возьмем модули обоих чисел, 11 и минус 11, мы получим в результате все равно 11. А теперь приступим к решению этих уравнений. Рассмотрим первое уравнение. 2х-5 равно 11. Здесь мы к обеим частям можем прибавить 5. В правой части у нас 11 плюс 5 равно 16. А в левой части получается 2х-5 плюс 5 – это 2х. Следовательно, 2х равно 16. Теперь разделим обе части уравнения на 2, и мы получим, что х равен 8. Рассмотрим второе уравнение. 2х-5 равно минус 11. Давайте прибавим 5 к обеим частям уравнения. В левой части остается только 2х, поскольку минус 5 и 5 в сумме дают 0. А в правой части у нас минус 11 плюс 5. Это равно минус 6. Следовательно, 2х равно минус 6. Теперь мы можем обе части разделить на 2, и таким образом мы получим, что х равен минус 3. Итак, мы нашли два варианта решения этого уравнения. Поскольку то, что находится под знаком модуля, может равняться как 11, так и минус 11, то х равен 8 в случае, если 2х плюс 5 равен 11, а х равен минус 3, если 2х минус 5 равно минус 11. А теперь давайте проверим, удовлетворяют ли наши решения уравнению. Давайте рассмотрим ситуацию, где х равен 8. Модуль выражения 2 умножить на 8 минус 5 должен равняться 11. Итак, 2 умножить на 8 – это 16. 16 минус 5 – это 11. Значит, модуль 11 должен равняться 11. А мы знаем, что так оно и есть. Модуль 11 равен 11. Следовательно, это решение нам подходит. Рассмотрим второй вариант, где х равен минус 3. Итак, модуль выражения 2 умножить на минус 3 минус 5 должен равняться 11. Проверим. 2 умножить на минус 3 – это минус 6. А значит, модуль выражения минус 6 минус 5 должен равняться 11. А так как минус 6 минус 5 – это минус 11, то модуль минус 11 должен равняться 11. А мы знаем, что модуль минус 11 действительно равен 11. Следовательно, и это решение нам подходит. Таким образом, данное уравнение имеет два решения. х равен 8 и х равен минус 3. На сегодня все. До встречи на следующем уроке!